Всем привет! С вами Малина Тревел. Сегодня я расскажу вам, какими способами можно получить ВНЖ в Сербии в 2022 году. Видео записываю на момент 7 сентября. Одним из самых рассматриваемых вариантов у русских и у украинцев остается Республика Сербия. Так как по сравнению с другими странами, эта республика отличается экономической устойчивостью, политической стабильностью и стремительным развитием. Для проживания на территории этой страны на постоянной основе вам требуется либо ПМЖ, либо вид на жительство, либо гражданство в Сербии. Как и в других странах, статус ПМЖ получить весьма сложно, но вот ВНЖ вполне реально. Правительство страны очень радушно относится к иностранным представителям, решившим поменять свою родную страну именно на Сербию. Преимущество ВНЖ. Главное преимущество этого документа это то, что вы имеете право находиться на территории страны в течение 12 месяцев, а по истечению вы можете продлить еще на такой же срок. И спустя 5 лет вы можете получить ПМЖ, ну а далее уже гражданство. После первого ВНЖ вы уже имеете право оформить на себя страховку и пользоваться услугами на равных правах с гражданами страны. Кстати говоря, уровень преступности в этой стране один из самых низких в Европе. Обладатель вида на жительство имеет право покупать недвижимость в любом городе страны. Существует еще несколько преимуществ вида на жительство, которые наталкивают переехать в Сербию на ПМЖ. Первое, при покупке жилой или коммерческой недвижимости весь процесс оформления занимает не более одного месяца. Второе, для оформления ВНЖ не обязательно сделать специальную визу. Даже приехав по туристической визе, для россиян она не требуется, но ограничивается 30 днями. Вы можете приехать в полицейский участок и подать заявку на выдачу ВНЖ. И третье, это достаточно низкий уровень коррупции в стране. Так как же получить вид на жительство в 2022 году? Есть несколько оснований. Первое, это ведение научной деятельности. Второе, это проведение исследовательской деятельности. Третье, это приобретение недвижимого имущества. Четвертое, обучение на территории Сербии. Пятое, заключение брака с сербским гражданином. Шестое, это открытие собственной фирмы в стране. И седьмое, это сотрудничество с сербской фирмой. Каждая из перечисленных методов требует свой пакет документов для оформления. Срок действия выданного ВНЖ напрямую зависит от причины получения вида на жительство. Заключение брака. Получение ВНЖ возможно как на основании официального, так и гражданского брака. Важное условие, чтобы брачующиеся были разного пола, так как однополые браки в стране не заключаются и не признаются. Приобретение имущества. В 2022 году в Сербии можно получить вид на жительство благодаря покупке либо коммерческой, либо жилой недвижимости. Важно то, что на ВНЖ могут рассчитывать не только владельцы квартиры, но а также и его семья. Супруг супруга, дети, родители. Собственник квартиры может сделать регистрацию по месту пребывания, доказать свою платежеспособность и подать документы на оформление ВНЖ. Но в приобретении недвижимости в Сербии есть одна маленькая загвоздка. Своё согласие на оформление сделки должна дать комиссия, располагающаяся в кадастре. Но обычные члены комиссии не препятствуют приобретению недвижимости. Приобретать недвижимость необязательно. ВНЖ можно получить по договору долгосрочной аренды. Открытие предпринимательского дела. Иностранное лицо может открыть фирму и снять офис в аренду сроком на один год. Открыв фирму, нужно обязательно нанять не менее четырёх сербских граждан. На этих основаниях иностранец может получить вид на жительство, ну а также далее его продлевать. Трудоустройство. В 2022 году можно оформить ВНЖ на основании трудоустройства в Сербии. ВНЖ оформляется по рабочей визе. ВНЖ выдаётся только в том случае, если наниматель в письменном виде обоснует необходимость иностранца на своём предприятии и оплатит госпошлину в размере 100 евро. Пошлину нужно будет снова оплачивать при продлении вашего ВНЖ. Обучение. Студент или школьник может получить ВНЖ на основании обучения в школе или в ВУЗе. Одобрение можно получить только лишь тогда, когда ребёнок уже поступит в университет. И для подачи, соответственно, потребуется справка о том, что вы там обучаетесь. Такое ВНЖ выдаётся сроком на один год, ну а далее можно его продлить. Порядок получения ВНЖ. Сначала требуется прийти в Министерство внутренних дел, обратиться к инспектору по работе с иностранцами. Инспектор вручает вам бумажку со списком документов и размерами госпошлин. Посещать такие заведения желательно в 8 в 9 утра. Дальнейшие шаги. Сделать два фотоснимка как на шенгенскую визу. Сделать ксерокопию белого картона. Кстати, о белом картоне я запишу отдельное видео, как и где его получать и для чего он нужен. Далее ксерокопии загранпаспорта и ксерокопия договора о приобретении недвижимого имущества, либо договора аренды. Ну а также вам потребуется оформить медицинскую страховку. Далее нужно получить выписку из банка о наличии средств на счёте. Уплатить госпошлину. Написать автобиографию себя и своих членов семьи, кроме тех, кому ещё не стукнуло 18. Они составляются, внимание, на сербском языке. Полный перечень документов выглядит вот так. Если ВНЖ оформляется по заключению брака, то дополнительно вы должны предоставить две подписи свидетелей, которые доказывают, что люди действительно живут вместе. А также нужно предоставить справку о том, что иностранец не находится в других отношениях. Это вы можете сделать, обратившись в посольство своей страны. Затем нужно перевести это всё на сербский язык и заверить у судебного переводчика. Сроки и стоимость оформления ВНЖ в 2022 году. Наклейка в паспорте 421 динар. Для подачи 311 динар. Итого на одного человека 17671 динар. В среднем на оформление ВНЖ уходит до 8 недель. Какие причины отказа могут быть в выдаче ВНЖ? Могут отказать, если заявитель предоставил неверные данные о себе, имеет проблемы с сербским законодательством, был участником террористических организаций, либо нарушал миграционный режим. Ну вот и всё. Надеюсь, информация для вас была максимально полезной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пока!